Сегодня с нами Станислав Орехов, дизайнер, руководитель студии, соорганизатор дизайн-конференции 2018, а также бессменный ее ведущий. Человек, который сам делает проекты, у которого есть собственная дизайн-студия, у которого есть собственные курсы, который читает лекции и делится своими знаниями всегда с удовольствием, с улыбкой и с очень информационными презентациями. Я немножко расскажу в двух словах о дизайн-конференции. Станислав расскажет чуть больше. Дизайн-конференция — это самое большое событие года, самое масштабное. Организовываем мы его вместе, коммуникационное агентство «Радиалог» и студия Станислава Орехова. Ну а сейчас, я думаю, что пора начинать, поэтому давайте поаплодируем, поддерживаем, поприветствуем Станислава Орехова, человека, который сегодня будет рассказывать вам лекцию. Спасибо большое. Ух ты, как громко. Всем привет. Добрый вечер. Рад, что здесь мы сегодня собрались. И сегодня мы будем с вами говорить о теме создания студии и привлечения клиентов. Я в этой теме, в теме дизайна, уже более 10 лет. Сейчас я расскажу немножечко про нашу студию, про наши проекты, что и как мы делаем. Я знаю, что сейчас много здесь архитекторов, либо начинающих, либо уже работающих, либо будущих. Я могу сразу сказать, что моя тема касается именно дизайна. И все, что мы делаем, у нас заточено именно под дизайн, причем для частных клиентов. Да, мы делаем общественный интерьер в том числе, но наша система, наша работа, она адаптирована именно под частников. Сегодня, если вам будет интересно, я тоже буду рассказывать, собственно, как найти себя, как найти свою уникальность, как затащить все эти вещи для нас, чтобы было удобно и было удобно для наших клиентов. Так как, опять же, вы или многие из вас архитекторы, то, возможно, у вас будут какие-то другие вопросы, либо то, что я буду рассказывать, будет, может быть, не совсем близко и понятно, поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я в основном рассказываю для дизайнеров, но я думаю, что из нашей темы тоже вы много чего сможете для себя уяснить. Ну что же, давайте поедем. Первое, что хочется сказать, это то, что наша цель, моя цель, это систематизировать знания о дизайне. Для этой цели мы работаем с клиентами и выполняем проекты. У нас работает команда, вся наша работа взвелена на этапы. Есть ведущий дизайнер, архитектор, директор, менеджер, комплектатор. Всего 10 составляющих этой профессии мы разделили на части. И мы общаемся с клиентами, получаем некий опыт, и этот опыт систематизируем. Так получилось, что в нашей стране на данный момент не существует стандарта профессии дизайнера интерьера, поэтому мы постарались эту нишу заполнить и участвуем вместе с большим количеством других дизайнеров, большим количеством студий, кто эту идею поддержал именно за то, чтобы в нашей стране организовать понятную профессию дизайна интерьера и что в нее включается. Мы тоже поговорим, если будет интересно. Стандарт профессии по архитектуре есть, а вот по дизайну пока нет. Мы сейчас создаем. Некоторые наши проекты, покажу немножечко, чтобы немножко поняли тоже, что мы делаем. Вот тот проект, который сейчас крутился, это визуализация. Это как получилось. Сейчас он снят на видео. Это достаточно сложный и интересный проект с точки зрения и архитектуры, и соединения материалов, соединения различных технологий. И почему студия? Такие проекты достаточно тяжело сделать в одиночку, потому что нужно обладать большим количеством знаний, умений, навыков. В одном человеке это очень сложно совместить, либо нужен очень большой опыт. А в команде это сделать проще, лучше, интереснее. Самое главное – знать, что за чем идет, какая последовательность, и разбираться в этой последовательности, чтобы привлекать к выполнению сложных различных элементов экспертов, которые смогут их и придумать, и дальше воплотить. В данном случае здесь была и идея, и разработка, и светодизайнеры здесь были, и специалисты по Ониксу. Здесь ни одного живого места, так как говорится, нет. Все индивидуально, все на заказ. И получилось достаточно интересно. Не сказать, что это, естественно, жилая квартира, это больше как клуб, как офис, как место досуга. Даже, видите, окна закрыты, занавешены, чтобы не было понятно, где и как мы находимся. Вот одна единственная фотография. Также мы делаем стандартные проекты, и это достаточно простые, понятные, несложные проекты, которые в основном делают наши студенты. Мы обучаем в школе дизайна создавать либо визуализации, либо дизайн проекта от начала до конца. То есть я веду эти программы, обучаю делать планировку, обучаю делать визуализации, подбирать материалы. В общем, после того, как человек завершает нашу программу, мы берем его на стажировку, и вот данный проект уже выполняют под нашим надзором наши студенты. Это очень важно, потому что очень сложно взять специалисты себе с улицы. Гораздо удобнее и выгоднее с ним работать с самого начала, с самых азов и начиная вместе с ним дальше продолжать работать. Ну вот такие проекты получаются. Еще одна особенность, что мы стараемся делить этапы работы над проектами на составляющие. У нас отдельно идет абсолютно дизайн проект, когда мы заканчиваем работу с клиентом именно созданием визуализации, созданием рабочих чертежей и подбором мебель материалов. Следующая часть, как вы понимаете, это авторский надзор. Комплектация есть и есть управление строительством. Очень многие дизайнеры, те, кто смешивает все эти три этапа в один, называют это авторским надзором. То есть с точки зрения клиента, может быть, это окей, но с точки зрения разделения услуг, самое главное получение денег за эти услуги и разделение ответственности между дизайнером, строителями, закупщиками, магазинами, это очень важная составляющая. То есть очень важно, если вы про деньги, если вы организуете студию, то обязательно делить весь процесс на составляющие. Это очень-очень важно. Вот еще один проект современный, тоже, видите, достаточно необычная архитектура с центральным элементом, такая вот наподобие что-то по мотивам русской печи. Здесь была возможность камин сделать с аквариумом, с телевизором и еще барной стойкой. Простые достаточно проекты делаем, ну, с точки зрения классика, да, обычной классики. Но это старый фонд, поэтому здесь была очень сложная история с согласованием. Нужно было обязательно получать технические условия. В основном, конечно, мы стараемся работать с новым фондом, но со старым получается технические условия. Ну, один из тоже последних проектов. Классика с такими восточными элементами. Сейчас воплощается, уже все гипсовые части есть, скоро будет готово. Этот проект, кстати, делался без подбора мебели и материалов. То есть мы делаем не только проекты с полным видением, но и сдаем проекты в виде концепций. Они стоят дешевле, в два, в три раза спокойно. И клиент в дальнейшем, если он хочет, он может сам по этим идеям подбирать мебель, материалы, комплектоваться. Такие заказы тоже есть. И это одна из возможностей тоже делать дизайн, который мы делаем. Тоже интересный проект, достаточно дорогой. Дом на Рублевке, 600 метров здесь. В основном мы используем натуральные материалы, стараемся использовать. Поэтому вы видите здесь камень, дерево, мощные, большие глобальные решения слэба и все, что с этим связано. В данном случае этот проект уже завершен. К сожалению, фотографировать все нельзя. Заказчик отказался из-за приватности, поэтому попросил не фотографировать. Но все сделали, все получилось красиво. Иногда мы делаем общественные интерьеры. В данном случае мы почти год делали терминал Москва-Сити. Сейчас его открыли, вот его доделывают. Здесь не сказать, что чего-то сверхъестественного по дизайну. Здесь ни дизайна, ни архитектуры в принципе особо нет. Ну как бы оформление, оформление. Все вот эти вот темненькие места, это просто под аренду, под магазины. Наша задача была хоть как-то интересные колонны сделать, обыграть вот эти вот атриумы. Выход в метро. Ну то есть по сути такая техническая работа. Но в таких интерьерах очень важно, очень интересно там лично для меня и для нашей команды. Это работа с большим количеством инженеров, с большим количеством людей, с которыми надо решать сложные организационные задачи. И мы здесь, конечно, тоже очень большой опыт получили. Ну и приятно все равно такой проект сделать. Почему студия? Почему не фриланс? Потому что, ну опять же, такие объекты, если хотите работать, да, тяжело в одиночку взять. То есть ИП какому-нибудь Орехову, ну конечно дадут такой заказ. Но если он подтвердит, что у него есть команда, и мы можем справиться с такими объектами. В принципе, как и получилось. То есть если бы я был один, то достаточно тяжело было бы это сделать и вообще тяжело подойти к тендеру. Такие проекты делаются по конкурсам, по тендерам. То есть мы официально участвуем и побеждаем, либо не побеждаем другие студии. На этот тендер приглашают нас, соответственно, те люди, которые уже знают, что с нами можно работать. Мы сделали большое количество кооперативных клиентов, в том числе Сбербанк, Аэрофлот, Связной, Кинрос. Везде побеждали в тендер. Абсолютно честно, абсолютно вот без каких-то там проблем. От ИП. Поэтому не бойтесь, да, если у вас, вам не надо какую-то ООО или еще более какие-то сложные организации. Если вы хотите работать по архитектуре, либо по дизайну, это возможно сделать абсолютно точно. Без взяток, без чего бы то ни было, просто выходя на открытые тендеры и представляя услуги. Если у вас есть команда, если вы можете показать, доказать, защитить проекты. Вот я, в принципе, подтверждение абсолютно этому факту. У нас на сайте может писать больше проекта. Также мы организуем восьмой год дизайн-конференцию. Как я сказал, моей целью является систематизация и выдача информации. Я работаю по выдаче информации, по внесению пользы, да, систематизации для трех категорий. Для абсолютно новичков, дизайнеров, кто только хочет научиться прийти в эту тему, у нас есть опыт и в студии, и мы учим так, как работаем сами. То есть мы не учим каким-то книжным навыкам, даже наоборот, может быть, это минус в нашей школе, да, что у нас нет теоретических знаний. У нас в основном это практика и задания все построены практическим способом. Поэтому начинающие сразу окунаются, по сути, в то, как они будут работать. Следующее – это опытные дизайнеры и руководители студии. Мы рассказываем, как зарабатывать больше, потому что дизайн – это, конечно, творчество, это все отлично, но еще и про бизнес, еще и про деньги, чтобы держаться на плаву, чтобы держать команду, мотивировать, нужны финансы. И чтобы брать интересные проекты, тоже нужны, естественно, финансы. Поэтому следующая часть – это как вести авторский надзор, как вести комплектацию и как создавать студию, как все это дело распределять, договор делать, да, чтобы клиент в суд не подал. Чтобы это все было четко и по полочкам. Если чем-то заниматься, то делать это профессионально. И третье – буквально совсем недавно, наверное, полгода я занимаюсь темой для поставщиков, назрела большая проблема именно диалога дизайнеров и поставщиков. Как дизайнерам получать важную и полезную информацию, а поставщикам как продаваться через дизайнеров ненавязчиво. Вот я сейчас организую такую методичку, которая, надеюсь, будет достаточно популярной и среди первых, и среди вторых, где выкладываю самые важные мысли. Так, ну, смотрите, у нас сегодня две, по сути, темы. Да, контакты потом расскажу. Концепция студии. Давайте я, наверное, вот расскажу про некие особенности концепции студии. И потом еще есть вторая тема про создание студии, про привлечение клиентов. Постараюсь побыстрее, чтобы все успеть. Вот эта тема уже тоже есть на YouTube-канале. У нас есть видео, очень полезное. На YouTube-канале Станислава Рихостова наберете. Там вы можете посмотреть детали, то, что мы сегодня не успеем. Итак, поехали быстро. Первое. Дизайн – это технология и системная работа. Если делать дизайн, то делать его последовательно. И когда мы транслируем идею клиентам, что шаг за шагом нужно работать, и они это видят, им это очень нравится. Те, кто, соответственно, под эту тему не подходит, те не являются нашими клиентами. Это мы сразу же заявляем. Второе. Стили. Наше предпочтение – это разные стили, сложные проекты, но их объединяет все практически это единство. Что материалы должны быть натуральные и цветов должно быть по минимуму. То есть только естественные цвета. Это, опять же, наш подход и нашим клиентам тоже близок. Дальше, третье. Нам удалось построить именно удаленную работу. У нас было три офиса сначала, но потом постепенно мы их все закрыли. Оставили только один офис, шоурум так называемый, где я встречаюсь с клиентами и осуществляю вот эту первичную консультацию. Как кабинет адвоката или врача, где мы начинаем взаимодействовать. Все дальнейшее взаимодействие, как показала практика, если у нас есть внутренняя система, мы можем распределить среди помощников, среди сотрудников, которые будут находиться в любой точке мира. То есть визуализаторы у нас могут быть в любой городах. Чертежники, проектировщики из Украины, из Дальнего Востока. Без разницы. Важно, чтобы у нас совпадали именно взгляд на дизайн и взгляд на работу в целом. Также очень важная часть – это решить, что для нас важнее в работе. Это деньги, либо отношения, либо репутация. Здесь мы должны, когда строим услуги, когда выстраиваем вообще весь процесс, в первую очередь определиться, опять же, что для нас важнее. И от этого строить нашу работу. Если нам важнее отношения с клиентом, то, может быть, где-то нам придется деньгами пожертвовать. Если деньги нам важнее, то можно составить более жесткий договор. Если нам нужна репутация, то есть мы не выпускаем продукт, который нам не нравится, то мы тоже должны это заявить и сказать клиенту, что даже если он будет требовать, мы не сделаем так, как он хочет. Это выбор нужно сделать в самом начале своей работы. Тогда не нужно будет мучиться в процессе не с теми клиентами. И если они будут требовать что-то не то, то есть у вас уже будет ответ. И придется каждый раз продуматься. Далее у нас есть роли и функции. Всего 10 функций. У нас это… Давайте сначала 5 у нас производственных функций. Это обмерщик, это дизайнер, декоратор, потом проектировщик и визуализатор. Вот у нас 5 функций основных, которые выполняют работу. И 5 организационных функций. Это ведущий дизайнер, который согласовывает и сдает весь проект клиенту и принимает работу от предыдущих специалистов. Это менеджер, который ему в этом деле помогает с административной точки зрения. Это договор и платежи, счета, все, что с этим связано. Это комплектатор, который участвует после проекта, помогает все это дело купить. Кстати, ведущий дизайнер еще авторский надзор ведет. Это арт-директор, который контролирует качество. И это руководитель студии, который отвечает за соединение всей структуры с привлечением клиентов, с маркетинговым отделом и с административным отделом. Все это подробно, если интересно по дизайну, есть в стандарте профессии. Вы можете посмотреть его абсолютно спокойно. Напишите на почту, я вам ее вышлю, либо на нашем сайте можно найти по поиску стандарта профессии. Также в работе в студии очень важная часть менеджмента и отчетность. Как только у вас сотрудники, особенно если они удаленные, да даже если не удаленные, самое важное считать, сколько времени мы тратим. Ну и себя тоже очень важно считать, сколько времени мы тратим на каждый проект. Потому что очень часто размываются границы проекта, и мы не понимаем, убыточный он или не убыточный. К сожалению, мы часто попадали в такие ситуации, когда просто не могли посчитать, кому сколько бонусов надо начислить, либо когда понимали, что студия вдруг в минусе. Поэтому мы приняли простое решение, что каждый день просто тратим 5 минут своего времени, показывая, ну не показывая, а пишем просто сколько каждый человек на какой проект истратил. Это делается уже сначала тяжело, но потом где-то делается на автомате, и в конце месяца менеджер сводит это в единую табличку, и эта табличка презентуется руководителю студии, и мы уже видим, каким образом двигаются проекты и как можно поощрять сотрудников за это дело. То есть это очень полезный инструмент, его тяжело очень внедрить, но без него абсолютно невозможно развить в студии. Это очень важная часть. Ну и отчетность, у нас несколько есть разных документов. Ежегодная отчетность, еженедельные совещания и так далее. Дальше у нас есть шаблоны учебники и обучение на практике, тоже очень важная часть, как только к нам приходят новые сотрудники. Ну нам повезло, у нас есть школа дизайна, где мы учим сначала как работать, а потом по сути берем на стажировку, на работу. Но если бы ее не было, нам бы пришлось создать некие документы, некие материалы для того, чтобы вводить нового сотрудника в курс дела. И на данный момент у нас есть менеджер, который, если приходит новый сотрудник, дает первичную такую пачечку документов небольшую, в котором человек вообще понимает, что у нас есть система введения проекта в Basecamp, каким образом там он с ней соединяется и каким образом он должен взаимодействовать с другими людьми, какие вообще функции есть. То есть такая вводная базовая курс молодого бойца. Его надо сделать, чтобы каждому сотруднику новому не объяснять, что где находится. Наша одна из ключевых компетенций – это сильная визуализация. Здесь мы говорим, на что можно сделать упор. Клиенты не понимают разницу между визуализацией и уже готовым. И этим нужно пользоваться. Я вообще дизайнером достаточно случайно стал. Мы делали визуализацию, и клиенты просто приходили и говорили, можешь сделать, пожалуйста, так же. Я говорю, нет, я не могу, я не дизайнер. Я, в принципе, могу только нарисовать, а сделать не могу. И они говорили, что ничего страшного, ты рисуй, а у нас опыт есть, мы поможем в этом. То есть ты рисуй, а у нас строители есть, и мы сами умеем делать. Я соглашался, естественно, почему бы и нет. Новый опыт мне был интересен в том числе. И получалось так, что несколько таких проектов я сделал, и потихонечку стал эту тему развивать, стал обучаться. Я работал еще в компании архитектурной. Там были сильные архитекторы, которые помогали мне разобраться в этой теме. Ну и через несколько проектов немножечко я все это соединил, и уже стал хоть как-то сносно делать. Ну дальше опыт и работа. Но фокус в том, что клиента не волновало, есть ли реализовано это или не реализовано, есть или нет. И сделано или не сделано, доведено до конца или нет. Им просто нравилась картинка. И сейчас происходит примерно то же самое. Многие люди просто приходят на картинку. С одной стороны это хорошо для начинающих. Сейчас не обязательно доводить до конца. Все, можно нарисовать те картинки, которые тебе нравятся, описать их, вывести их на инстаграм, вывести, опубликовать где-нибудь с помощью агентства, пиар либо самостоятельно. Это не столь важно. И если твоя идея как дизайнер человеку понравится, то он скорее всего к тебе обратится. Особенно если цена будет невысока. Это нормальная история. Но тут еще очень важная вещь есть. Заключается она в том, что пока у тебя нет опыта, не нужно думать, что ты самый умный и что у тебя получится. Я бы в таких случаях не рисковал, потому что все-таки это деньги, это все-таки ответственность достаточно высокая. И я бы в таких случаях рекомендовал обращаться к более старшим товарищам, к более опытным. Потому что вот когда у меня были первые проекты, я обязательно консультировался с архитекторами, все ли так я делаю. Вот самая большая ошибка новичков, наверное, думать, что ты все знаешь, что ты все умеешь. Я рад к тебе пришли, ты умеешь делать визуализацию, и ты вдруг стал дизайном. Ничего подобного. Дизайнеру надо учиться, и учиться достаточно серьезно, я считаю. Тем не менее, для привлечения клиентов сильная визуализация работает очень хорошо. Очень классно. Потому что показывает визуально то, как мы делаем. Дальше. Деление услуг на части. Об этом я говорил, что есть дизайн. Сам процесс, есть комплектация, где мы закупаем мебель, материалы. Есть управление строительством, где мы на совещаниях соединяем между собой смежников и выполняем функцию заказчика. Есть авторский надзор, где тот дизайнер, ведущий дизайнер, который разработал проект, он помогает строителям все это дело построить. Ну и последнее, что у нас является главным, это вот конференция, открытая идея и работа. Вот, если кому интересно, можете записать контакты. И включите, пожалуйста, следующую презентацию. Сейчас я по ней тоже расскажу. Основные вещи. Вот, да, вот это. Сейчас мы только что поговорили про 10 таких концепций, да, основных. И сейчас еще последние совершенно такие вот свеженькие 10 мыслей о студии и о привлечении клиентов. Что-то будет повторяться, но я тогда буду это пробегать, и что-то будет новенькое. Итак, 10 мыслей о студии и дизайне. Это первое, это собственник и три отдела. Как только мы начинаем работу, у нас в любой работе, в любой студии есть три составляющие. Это административный отдел, где мы пишем документы, инструкции, о которых я сейчас говорил. Это отдел производства, где мы производим, собственно, нашу продукцию, да, это дизайн, архитектура, визуализация. И это отдел привлечения клиентов. И чем раньше мы в голове это все разделим, а еще, может быть, даже лучше, если вы с партнером работаете, разделите это на несколько человек, каждую часть, тем лучше и тем быстрее пойдет развитие, потому что мы будем точно понимать, какие действия надо совершать в каждом из разделов. И собственник, ну то есть, не то, что собственник, а как бы основная мысль, основная идея получается нашей студии, наша философия, она как бы сверху еще вот этого всего стоит и двигает эти три раздела вперед. Отдел производства вам повезло очень сильно, если вы дизайном будете заниматься, он уже описан полностью и заключен в стандарте профессии, о котором я сегодня вам говорил и который вы можете уже прям посмотреть. Это те 10 функций, которые вот сейчас есть. Уже они разделены, и можно посмотреть, кто что делает. Дальше управление творческим коллективом. Тоже интересная особенность, так как это не конвейер, естественно. Творческие люди, они творческие люди. Это очень хорошо. И самая главная вещь, тоже ошибка, которую я совершал, мне казалось, сейчас я найму людей, и вот они будут работать по правилам обычного завода. Ничего подобного. У каждого человека есть, они приходят в дизайн, в основном архитектуре, я уверен, ну не только ради денег, а в основном ради того, чтобы работать с интересными проектами, ради того, чтобы воплощать свои мечты, для того, чтобы творить и быть творческим человеком в полную меру. Деньги, естественно, это тоже очень важно, но это не главное и не критичное. И самое главное, давать им возможность развиваться. То есть, что удерживает творческих людей? Именно интересные задачи и возможность самостоятельно развиться в этой теме. И ни в коем случае не надо им указывать, как работать. То есть, нужно создать систему, в итоге поставить нужных и правильных людей, описать некие правила, основные, но не детальные. И в этой системе они себя смогут раскрыть. Вот я до этого не сразу тоже дошел. Когда дошел, вот сейчас делюсь это абсолютно точно. Четвертое – это отношение с клиентом и управлением. Управление, я имею в виду управление проектом. К сожалению, я вот не знаю, кто там где учился, кто может быть сейчас где учится. Я не слышал среди дизайнеров и архитектов, чтобы где-то учили прям конкретно project management, именно управление проектов на дизайне либо на архитектуре. Как правило, специалист отлично умеет работать с композицией, работать с цветами, материалами, планировками, формами. Но банально, как согласовать, это же методика, да? Методика согласования, четырехшаговая методика согласования есть. Кто-то слышал о такой? Ну вот, а она есть. И она простая и понятная. Деловым языком это очень просто. Тот, кто учился на project manager в каком-то другом институте, на управленце, они все это знают. Нам приходится это самим добиваться. И мне, получается, приходится доучивать немножечко архитекторов, дизайнеров, кто с нами работает, для того, чтобы они имели возможность самостоятельно согласовывать проекты. Еще одна ошибка, которую я совершал ранее, и которую я хочу вас предостеречь, она заключается в том, что... Так, что там у нас? Песня? Она заключается в том, что невозможно отдать менеджеру согласование. Согласовывать должен обязательно дизайнер, который делает. Не получится. Он был тот, кто делал работу, он должен ее защищать. Исключение, ну это для частных проектов, да, исключение составляет коммерческие проекты, где наоборот нужно, чтобы менеджер со стороны студии дизайна, архитектуры работал с менеджером со стороны заказчика, потому что они быстрее найдут общий язык, потому что в коммерческих проектах сама архитектура и дизайн, ну это 10, может быть 20% всего успеха, всего общего проекта. Все остальное это техничка, пожарные, инженеры, смежники и все остальные, которые должны это все соединить и сделать в срок. Поэтому, вот если частным проектом, обязательно должен согласовывать ведущий дизайнер, который работал с клиентом. Ну вот это пятый, частный корпоративный заказчик. Ну не знаю, насколько актуальна для вас тема, когда подбирать мебель. В дизайнерских кругах очень такие высокие споры насчет того, что вот когда подбирать мебель в начале, а потом по этому визуализацию рисовать, либо в конце сначала рисовать визуализацию, а потом мебель. И тут на самом деле у каждого свой подход, нет единственного правильного решения. Есть вообще вот услуги, можно разделить на 4 составляющие, которые мы делаем. И эти услуги, они делятся по типам клиентов. То есть есть разные клиенты, не только эконом, бизнес и премиум, есть еще деление по типам, которое заключается в том, что каждому клиенту нужна своя часть дизайна. Кому-то достаточно просто эскизного проекта планировки 3D, кто-то хочет от начала до конца с реализацией, чтобы ложечки и вилочки лежали, уже готовые, кто-то хочет только, чтобы мы помогли мебель купить, а кто-то хочет архитектурный подход, и мебель для него вообще не важна. То есть вот как я показывал проекты, он говорит, сделайте мне архитектуру, чтобы у меня было все вот как мне нравится, а мебель мы сами потом купим. И все это дизайн. То есть нельзя выделить конкретно, что вот это является дизайном, а это не является. Эскизный проект можно делать, допустим, для зарубежных клиентов, это тоже очень выгодно. Мы сейчас делаем в Казахстане виллу, на Кипре виллу, делали во Франции виллу и отель. И это тоже очень прикольно, потому что тебе не обязательно ездить на авторский надзор, либо авторский надзор ты можешь вести по фотографии, то есть не обязательно присутствует. Это такой как бы половинчатый, можно так сказать, дизайн. Но это тоже дизайн, потому что я считаю, работа дизайнера не только вот до конца довести. Это идея, это мысль, которую ты можешь объяснить. Даже если дизайнер, ты сделал только планировку, но это твоя мысль основана на техническом задании, это все равно часть решения. Да, это не полная, но это часть, которая может влечь в портфолио и должно ложиться в портфолио. Любая мысль дизайнера является очень ценной. Нельзя ими просто так разбрасываться, все это очень важно. Дальше доход. Ну, не знаю, наверное, ни для кого не секрет, что доход с комплектацией только в основном делается. Особенно если у нас студия, то мы сможем заработать только на зарплату себе. Мы считали по-разному, никак не получается, если ты цену делишь, вернее, если ты цену держишь на среднерыночной, то ты не можешь выйти за эти пределы. Не можешь больше проектов делать, потому что чтобы делать больше проектов, тебе надо больше людей, а больше людей требует больше зарплаты. Поэтому заработок настоящий идет либо на управление строительством, либо на стройке, либо на комплектации. И если это делать, то делать правильно, надо знать, как согласовывать, как закупать, как доставлять, как принимать рекламацию договоров с клиентами, поставщиками. И на этом мы тоже разработали вообще отдельную программу с чек-листами последовательно, потому что здесь можно как заработать много, так и очень сильно попасть. Потому что когда ваш помощник, либо ваш комплектатор делает что-то не то, у меня так было. Когда раковина не та приходит, мне приходится свои деньги покупать. Когда радиатор приходит не тот, а он стоит 85 тысяч, и мне приходится его быстро покупать, потому что совершенно ошибка. Наша вина – ошибка. То есть где-то мы зарабатываем деньги, но где-то мы должны обязательно их, если ошиблись, отдавать. Поэтому, чтобы было меньше рекламации и всего остального по нашей вине, нужно, чтобы наши сотрудники работали правильно. Ну, либо… А в первую очередь надо самому знать, как работать правильно. очень важная часть на курсе комплектации у нас мы проходим. И десятое – привлечение клиентов. Оно в основном зависит от нашей уникальности. То есть для того, чтобы понять, чем мы занимаемся, для того, чтобы понять, какой тип наших клиентов и как мы будем работать, нам важно быть не еще одним дизайнером или архитектором, а специализируется на чем-то. Это самый лучший способ. От этого зависит привлечение клиентов. Так, давайте, может быть, какие-то вопросы, если есть. Потому что я сейчас могу еще долго рассказывать, а если кончатся вопросы, тогда я еще раз свяжу следующую тему. Давайте. Скажите, пожалуйста, а сейчас есть какие-то тренды в дизайне интерьеров? Конечно, есть. Они всегда есть. Тренды на последних выставках… Ну, я могу сказать свое отношение к трендам. Я считаю, что не надо следовать трендам, надо следовать своим собственным разработкам, то есть придумать свой стиль – это самое лучшее. Свои решения и сказать, что вот я делаю так. Ну, вот как я сегодня рассказывал, что у нас сложные проекты, у нас натуральные материалы и минимум цветов. Это не хорошо, не плохо, просто мы так делаем и мы так работаем и считаем, что это правильно. Это не для всех клиентов подходит, это не для всех творцов подходит, не для всех дизайнеров. Тут у каждого свой путь. Но хотя бы у нас есть вот такая позиция. И тех клиентов, которым это нравится, мы их привлекаем. А тренды, конечно, каждый год журналистам, производителям мебели, выставкам и всем остальным нужно зарабатывать деньги. Это большой, хороший бизнес. Каждый год выпускается что-то новое. Это как и в моде, так и в дизайне, в архитектуре. Все это ради денег, ради выставок. Конечно, мир меняется, время меняется. И кому-то это важно. Я был в Дубае, у меня там был один не клиент, к счастью, не могу там работать, по менталитетам мне точно не подходит, но потенциальный клиент был, который сказал, что его знакомый каждый год после выставки полностью меняет весь дом. То есть он реально приезжает, покупает, у него денег просто в вагон, он покупает контейнер вот этого всего, с выставки везет домой, и там местный декоратор может что-то расставлять. Поэтому есть люди, которым это важно, и они должны следить за трендами, потому что в их приоритете не спокойно дома у себя жить, а показать другим гостям, как это круто. Ну пожалуйста, мы не осуждаем, мы только за. Но в моей концепции это немножко не то, и моим клиентам это не подходит. Поэтому я и говорю, что рынок достаточно большой, и каждый найдет в нем и своих клиентов, и сможет позиционироваться. У меня два вопроса. Первый. Скажите, на вашем опыте был ли такой прецедент, что студия дизайна руководил не дизайнер, ну который грамотно, так скажем, это все разводил. То есть, и получается, ведущий человек, это ведущий дизайнер, на котором нужно взмыкать всех клиентов, и, ну, не важно уже количество фрилансеров и так далее, то есть самое главное, к чему нужно подойти, это к выбору ведущего дизайнера. И что важно при его? Да, не только даже ведущего дизайна, а директора, это еще важнее. Сейчас скажу, давайте на первый вопрос отвечу. Можно ли управлять студией, не будучи дизайнером? Можно, конечно, и вот буквально на предыдущей выставке, вот ко мне подходил парень из Уфы, я интервью с ним записал, он говорит, я вообще не дизайнер, но он организовал студию дизайна у себя в Уфе, очень успешную, и он сильный управленец, он взял дизайнеров и спокойненько разложив по полочкам, они сейчас берут большинство заказов. Поэтому да. Более того, я даже скажу, что именно дизайнерская составляющая, то, что мы хотим творить, она на самом деле может быть даже нас и останавливает. То есть может быть я… Ну, у меня такие прям случаи неизвестны, когда именно менеджер создавал прям очень крутую студию. Чаще всего они по дизайну все-таки не дотягивают. Но в плане бизнеса бывают очень успешные варианты. Что касается как нанять, все правильно вы говорите, вы выберете партнера, то есть только не ведущего дизайнера, а еще лучше арт-директора. Арт-директор, потому что он транслирует философию получается. И он по сути набирает одного дизайнера или второго. Он может понять качество этого дизайнера и подходит он для студии или не подходит. Поэтому да, в партнерстве с арт-директором это отличная история получается, когда менеджер отвечает за документы, договора и продвижение, а второй партнер отвечает за креатив, за творчество, за согласование. Это прям вот супер. Но арт-директор это больше, скорее всего, дизайнер? Ну да, 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 конечно. Арт-директор это, естественно, это продвинутый дизайнер, просто который сам ничего не делает, а указывает другим, как делать. И еще вопрос. Спасибо за презентацию. Вначале вы сказали о важности, понимании разницы между комплектацией, авторским надзором и управлением строительством. Можете коротко описать каждый процесс, и особенно разница между авторским надзором и управлением строительством. Да, конечно. Смотрите, три составляющие. На авторском надзоре и авторский надзор ведет ведущий дизайнер, который сделал проект. Его задача на авторском надзоре только приехать на стройку раз в неделю, как правило, и посмотреть, соответствует ли то, что сделали строителям, уже по факту, того, что нарисовано. И если не соответствует, то записать этот журнал авторского надзора. Если какие-то вопросы, то ответить ему что-то непонятно. В общем, провести только эту работу. Что касается управления строительством. В чем основная разница? Артитектор, либо на авторском надзоре дизайнер, не может указывать, как соединять смежников. У него нет функции на это. Понимаете, в чем разница? Функция соединения различных смежников лежит на клиенте. Ну, по умолчанию. Потому что строитель – это отдельная организация, как правило, с отдельным юридическим лицом, который… Один? Ага. Что-то садится. С отдельным юридическим лицом, на который никак не может повлиять дизайнер. Как он повлияет? Скажет мальчик или девочка, ты кто? У меня договор с клиентом, почему-то мне указывают, что делать. Поэтому мы, по сути, не имеем там никаких прав юридически, опять же. И грамотный менеджер со стороны строительной компании так и скажет. Кроме строительной компании есть вентиляторщики, есть смежники по каждому из направлений. И каждый будет делать свою часть работы, у каждого свой договор. Но кто-то их должен объединять. Кто это делает? Это не может делать ведущий дизайнер, когда ведет авторский надзор. У него нет юридических прав. Поэтому мы… По сути, это такой же, ну как надзор, еще один. Его фактически может выполнять тот же человек, но функция – это другая, договор – это другой. Договор на управление, на соединение между собой смежников, чтобы они не понравились, чтобы они выполняли все в срок и последовательно. И этой функцией наделяет по договору управления строительством дизайнера или его представителя, менеджера, клиент. По сути, клиент может не приходить в этом случае на стройку, а довериться нам. И мы будем всех соединять, и они будут нас слушаться. Вот такая история. А комплектация – это то, что у нас вот есть, когда мы выпускаем проект, у нас есть ведомости. И в ведомостях написано такой-то умывальник, такая-то плиточка, такое-то количество. Это все написано на бумаге. Но физически, чтобы нам это купить, посчитать и привезти на объект в то время, когда это нужно строителями, это большая работа. За эту работу можно смело брать 10%. Понятна примерно разница? От стоимости контракта, да. Скажите, пожалуйста, может быть такое, что строители говорят, что вот это решение невозможно в силу каких-то… Всегда. Всегда. То есть… Особенно в том проекте, который я показывал. То есть, когда вы разрабатываете дизайн-проект, то обязательно привлекаете какого-то строителя? Ну нет. У нас архитектор знает. То есть, у нас есть компетенция дизайнеров и архитекторов, которые знают, как делать те или иные узлы. Но не всегда знают. Вот помните тот потолок, который я показывал? Он, наверное, уже ушел. В общем, вот этот вот потолок сумасшедший. Не было понятно, как его делать. Мы его видели, что его теоретически можно сделать, но как его физически делать и сколько он стоит, никто не знал. То есть, есть разные варианты. Можно было напечатать на 3D-принтере, можно было там с гипсокартона как-то делать, можно было, вот как мы в итоге сделали с помощью сетки плюс, ну как скульптуру по сути. Сложность была то, что там еще были свет. И вот никто не знал, как это делать. Но мы придумали технологию во время. То есть, во время работы. Придумали не то, что придумали, мы посмотрели варианты от разных смежников и выбрали наиболее нам подходящие по качеству-цена. Поэтому какие-то вещи в основном мы знаем, как делать. Например, на том же проекте был пол из Onyx, ну может быть вы заметили, и на Onyx нельзя наступать, он хрупкий, то есть он сломается, ну техническая особенность его. И чтобы он не сломался, его нужно было стеклом сверху, и стекло нужно было крепить, чтобы там тоже не полопалось. То есть, естественно, мы теоретически это знали, но как практически мы нанимали компания, чтобы все это дело просчитать, и они несли за это ответственность. Дизайнер не должен знать все эти технические нюансы, и технические нюансы знают подрядчики и смежники. Мы лишь можем направить, но отвечать за это мы никак не можем. А есть понимание, частный заказчик и коммерческий заказчик с коммерческим проще, потому что это за частный многокотелок или нет, такого это все раз на разное. Ну тут хороший вопрос, почему с коммерческим проще? Мне с коммерческим сложнее. То есть это зависит от того, какую у вас система работает. Если вы в хаосе работаете, то вам будет проще, скорее всего, с таким же хаотичным коммерческим заказчиком. Если вы в системе работаете, можете объяснить клиенту частному, что вам надо работать в системе, а не как его хочется, и он с этим согласится, то вам будет проще с частным. Мы в основном работаем с частными, потому что нам проще убедить, что мы эксперты, мы знаем как нужно, и они как врача нас слушают. Никакой коммерческий ресторан, он скажет, ребят, я все понимаю, но мне открываться через месяц. Вы тут можете долго это все рисовать красиво и поэтапно, но факты таковы, что у меня строители уже на объекте, и надо что-то сверлить уже. Поэтому как хотите, вы давайте какие-то чертежи. Мы к этому просто не готовы. То есть это именно ограничение, о котором я говорил. То есть частично мы теряем заказчиков, а частично приобретаем. И наоборот, те, кто работает с офисами, очень часто, ну или с ресторанами, очень часто я слышу такое, что они говорят, что им некомфортно, им очень долго, они не могут год вести проект дома или квартиры. Им надо быстро, быстро, быстро. Это разные люди, это разные нишевания. Поэтому я рекомендую выбрать все-таки либо одну, либо вторую часть, неправильно смешивать. То есть нас учат в институте, в архитектурном, в дизайнерском, в колледже, где угодно, что надо делать все. Да, вы можете знать, как все делать, но на практике, как только вы начинаете работать и привлекать клиентов на эту тему, лучше все-таки нишевания. Потому что если это делать, ну не как фрилансер, да, а как, ну, хотя бы, хоть более-менее какая-то готовая организация, у вас должен быть договор, а под договор должен быть порядок работы. Поэтому это очень-очень важно. То есть понимание себя. Еще и 5 раз, пока на пунктах много вопросов. А вот девушка еще была тоже. Где, где, где девушка? Давайте, раз уже дошли, чего? Микрофон. Скажите, пожалуйста, бывает такое, что в процессе уже строительства заказчик говорит, нет, я вот так вот не хочу, как вот по тому проекту, который хочу, вот так немножко по-другому и так далее, что, в общем-то, может, вы будете внести какие-то дополнительные затраты, расходы и так далее. Это как-то описывается в договоре? В договоре вы не можете это описать. Вообще понятие договора, могу тоже про это немножечко рассказать. Вот детально, кстати, на конференции буду рассказывать, там специально будет тема по этому. Что касается договора, он должен быть достаточно жестким. И договор юридический, и то, как вы работаете, это две разные вещи. По договору вы точно должны соблюдать сроки и точно делать то, что по заданию техническому, чтобы к вам не было претензий. А вот в жизни, как вы работаете, тут вы уже можете очень внимательно это все дело. Если со сроками соединяется, вы можете предложить клиенту что-то даже за свой счет сделать. Либо если клиент просит поменять что-то, вы должны отмотаться назад. Помните, я показывал деньги, отношения, репутация. В этом случае, если вам важны деньги, то, соответственно, вы выставляете счет. Если вы хотите дружить с клиентом и чувствовать, что он обидится за это, ну, либо вы не можете ему нормально, внятно объяснить, почему вы еще деньги просите, то тогда вы теряете в деньгах, но остаетесь в отношениях с надеждой, что он посоветует вас кому-то еще, а может быть я закажу комплектацию и тогда уже вы заработаете. То есть это такое, как бы нет правильного здесь способа, это все достаточно индивидуально. У нас часто бывает, что в процессе мы рисуем, а потом понимаем, что надо перерисовать все. И да, мы имеем возможность так делать, потому что нам важно выпускать качественный продукт, ну, не только денег заработать. Спасибо за внимание еще раз. Хотелось узнать, вот у вас и у многих дизайнеров высшего класса у вас отдельный договор на комплектацию. И вот у меня, как бы такая наша больная тема, мы с регионов, у нас дизайн-студия и у нас средний чек 700 рублей, ну, то есть за квадратный метр. В нашем регионе это комплектация вопроса, это вообще больная тема. И вот мы тянемся к этим знаниям, у меня вот больной вопрос, как начать нам сейчас, вот у нас плавненько войти, и вот хоть как представить нашим клиентам вот эту вот тему комплектации. А вы смотрели мастер-класс по комплектации? В Ютубе? Да. Наши, да? Да, один. Там есть серия из четырех видео. Кто-то видел, нет? Не видели? Все. Вот видели некоторые. Вот там, в принципе, рассказано достаточно подробно, то есть вообще, как к этому подойти. А скажите, пожалуйста, интересно было бы вам получить мастер-класс вот этот, по комплектации. Выслать вам? Да. Ага, ну сейчас тогда будет розыгрыш, и вот на ваши контакты мы вышлем вам полезную информацию именно по этому мастер-классу, то, что не успели. Я бы вот просто хотел немного дополнить. Я давайте отвечу, а потом вы дополните. Я понял вопрос, то есть это очень частый вопрос, как тут поступиться. Я хочу сказать, чтобы самое важное, вы не должны воспринимать там стоимость как какую-то абсолютную величину. То есть вы, и проценты, которые я называю, они тоже не должны восприниматься. Там 10 процентов, 5.15 – это ваше дело. Я голосую за принцип, что принцип вы понимали, как это работает. И как только у вас в голове сложится, что да, это отдельная услуга, что 23 пункта договора, действительно, которые вы делаете, они важны, и вы сможете их объяснить, а сможете вы объяснить только тогда, когда сами поймете детально. А для этого обычно нужно курс пройти, вот который я даю, и чтобы вы сами поняли. Ну, почитайте, зайдите на сайте по отзывам, как люди вообще мыслят, и как вот у них переворачивается сознание. И как только вы сами внутрь себя загрузите правильную методику работы, так у вас вообще все рекой польется. То есть вы сможете объяснять клиенту и рассказывать, почему ему это выгодно. Я точно знаю, что комплектация выгодна, у меня как вообще идея-то пришла. несколько лет назад вот вы сказали, что многие дизайнеры уже вот эту тему используют. Это очень хорошо. Я уже несколько лет про эту историю рассказываю и как раз голосую за то, чтобы они делили также эти услуги, потому что это выгодно действительно. Я делал себе объект, ну, лично себе. У меня была также студия, в которой мы сейчас работаем, и я делал при этом дизайн. И я понимал, что я работая дизайнером, выполняя свою работу, получаю больше, чем я истрачу на комплектатора, который будет за 10% искать эти магазины, где в наличии или там под заказ есть те раковины, которые мне нужны или пол по нужной цене. И я, получается, платил просто зарплату нашим сотрудникам. У меня это выходило около 150 тысяч в месяц я платил. Но это было все равно выгоднее. Ну, на круг, да, я два месяца занимался этим. Чем я бы этим сам занимался? Потому что я бы стратил гораздо больше времени, так я взял две помощницы, и они этим занимались. И тогда я понял, что, ну, так же и клиентам. А мне же нужно, чтобы это было профессионально сделано. То есть мне недостаточно было отзвониться и купить. Потому что, как только ты начинаешь звонить, то есть на той стороне от менеджера возникает куча вопросов, возникают там какие-то нештатные ситуации, которые надо разруливать. То есть вместо того, чтобы сидеть и рисовать дизайн, ты должен переживать, приедет ли эта плитка или не приедет. Кто-то этим должен заниматься. Это кто-то дизайнер, но по отдельному договору. Как только вы все это рассказываете, я на курсе все это дело говорю, как это сделать правильно, вы это объясняете клиенту, и тогда не все, не все клиенты, но некоторые клиенты, которым это надо, они согласятся. Это начало. Дальше уже важно, чтобы эта идея распространилась вообще вот по всей области. И только мы можем сделать. То есть спрашивается, вот у нас так не принято. Так и не будет принято, пока мы не начнем действовать правильно. Я делаю мастер-классы в разных городах, лекции, объясняю всегда, что никто кроме нас это не сделает. Только наше сообщество, дизайнерское, архитектурное, может рассказывать как нужно. Потому что клиенты не воспитаны, они не знают и никогда не узнают. Если мы будем бояться, если мы будем пытаться что-то вот как-то действовать непонятно ни себе, ни им, то ничего не изменится. То же самое с агентским вознаграждением, которое там кто-то откатом называет, кто-то еще чем-то. Заключайте спокойно агентский договор с поставщиком, требуйте от ваших поставщиков заключать агентские договоры. Сейчас уже в Москве почти у каждого поставщика есть агентский договор. Слава богу. Это очень хорошо. То есть ты можешь прийти официально записаться, тебе там будут перечислять деньги, о которых вы договоритесь. И ты официально будешь передавать ему клиенту. Это очень важно. А именно эти ваши отношения поставщика и вас как агента клиента не касается. Это ваша личная финансовая тайна. Какая разница? То есть клиент получает дешевле, чем по рынку? Получает. Он экономит деньги? Экономит. Вы этим занимаетесь? Занимаетесь. Вы с клиента берете 5-10% и с поставщика берете 5-10%. Все официально и зарабатываете от 10 до 20% в итоге на закупках. Вот это вот самый кайф. Я думаю, что можно уже поаплодировать Станислава за это. Спасибо за внимание.